Итак, здравствуйте! Я обещал в своей предыдущей распаковке, где я достал две игры и дополнение к одной из этих двух игр, что будет распаковка в феврале и в марте. Так как уже февраль, то настало время первой распаковки. И это у нас будет кооперативная игра, немножко более быстрая, чем ужас Архема, под названием Pandemic. Ну или на русский можно локализовать, как пандемия. Давайте развернем. То есть уберем пленку. Надеюсь, нет отбликов от камеры. Неудобно у себя дома, придется весь этот мусор собирать. Поднимаем, поднимаем. Ну, сразу же буклет с правилами. Буклет с правилами. Вот у нас на развороте, как приготовляется сетап игры. Далее у нас идет краткое описание действий игроков и способов передвижения. И тут у нас идет описание того, как игра играет с нами, как бы сказать. И все. Правила очень короткие. Игра очень простая. Надеюсь, сможем в скором времени, но не в этом месяце, это точно, к сожалению, уже может в следующем месяце запишем прохождение или более детально правила. Давайте посмотрим у нас на поле игры. Открываем. Поле игры, это у нас весь мир. Начало игры. В начале игры все игроки начинают в Атланте, в США. Ну, раз игра есть в США, естественно, все будут начинать в США. Но, в отличие от большинства голливудских фильмов, действие может начаться где угодно в мире. Мы достаем карты, и в соответствующих городах происходят вспышки эпидемий. И мы, как группа игроков, должны предотвратить распространение четырех эпидемий по всему миру. Вот у нас есть голубая, черная, красная и желтая эпидемия. С другой стороны, так как это американская игра, американцы не особо креативные по сравнению с немцами. У нас просто черное пространство. Давайте соберем наше поле обратно. Собирается оно очень легко по сравнению с полем для ужаса Архома. Коробку. Здесь у нас фишки игроков. Давайте рассмотрим питание. Это у нас фишки болезней. Вот раз четырех цветов, четыре болезни. Когда мы победили какую-то болезнь, изобрели от нее лекарство, мы переворачиваем ее на эту сторону. А это у нас трек эпидемий и трек очагов заражения, которые производятся. Ну, похоже на трек пробуждения древнего и на трек ужаса в Архома. Так, это у нас станции, где можно телепортировать. Станции позволяют нам телепортироваться от одной станции к другой. То есть, это практически порталы. А это у нас кубики болезней. Когда у нас заканчиваются кубики одной болезни, мы проигрываем. И это у нас фишки игроков. В игре могут участвовать от двух до четырех игроков, но, несмотря на это, фишек гораздо больше. Так что, вам есть из чего выбирать. Особенно мне нравится, что тут несколько оттенков зеленого, моего любимого цвета. Тут есть и вот такой зеленый, и такой зеленый. Ну, и бирюзовый, сапфировый, туркуаз. Так, и, конечно же, пакетик. Это всегда приятно, когда остается еще один пакетик. И что у нас тут? И, собственно, карточки. Карточки игроков с плюсиком. И карточки самой игры эпидемии. Давайте раздербаним. Да, это не сложно. Так, отобедим вставанку. Вот у нас шесть карт эпидемии. Самая легкая сложность. Вы вставите четыре карты эпидемии. Средняя сложность пять карт эпидемии. Высокая сложность шесть карт эпидемии. И это у нас карты городов. Когда мы вытягиваем их, в соответствующем городе происходит вспышка зараживания. Так как у меня есть один человек, который находится за кадром. А, нет, это карта игроков. Извините. Так, отложим их в сторону. А, вот это у нас карта эпидемии. Так. И здесь еще должны быть памятки игрокам. Как во многих играх, где объясняется то, что игроки могут сделать в течение своего хода. Какой набор действий. Игра очень простая. Просто сейчас уже поздний вечер и как-то лень особо все вспоминать. Да, это карта эпидемии. А, вот это у нас карты с ролями. Сколько их всего ролей, по-моему? Штук. Да, семь штук. Семь ролей и в дополнениях у нас появляются дополнительные роли. Медик, например. Обычно каждый сыщик может убирать по одному кубику болезни. Медик убирает все кубики болезни. Диспетчер практически телепортирует игроков из одной локации в другую. И так далее. Сделаю отдельный ролик, где разберу все это после того, как поиграю. Я в эту игру играл один раз. Но она невероятно простая и очень легкая. Ну, собственно и все. Спасибо за внимание. Будет еще одно видео более подробное, где все я это опишу. Игра очень легкая. Она доступна на многих языках, в том числе на русском, на румынском. Если вам нравятся кооперативные игры, если вам нравятся быстрые игры, однозначно советую ее брать. Большое внимание. Ой, большое внимание. Большое спасибо за ваше внимание. Всего вам хорошего. Спасибо.